Всем привет, ребята! Ну что, у нас сегодня такой интересный эксперимент. Ездил, ремонтировал фары, посмотрел, побалдел, поглядел, как ребята ставят линзы, не линзы. Ну и спросил у них, а что, если просто взять на коленки все линзы, наклеить, что будет? Они говорят, а ты вот попробуй, возьми и наклей. Блин, сказали. Смотрите, короче, на самом деле у меня есть 12 вот таких вот обалденных маленьких линз. А, есть 12 вот таких вот сверхъярких диодов, каждой мощностью по 50 ватт. Ну, это совсем не мало. Светить они должны просто обалденно ярко, а линза все это дело должна сфокусировать, и чтобы все это дело у нас светило пучком. Давайте-ка все это соберем, поставим на тачку и посмотрим, как это работает. Погнали! Вот, я подключил один диод, и вот просто есть желание воткнуть, посмотреть, как он вообще светит, насколько ярко это или не ярко. Ой-ой-ой, смотрите, как он четко освещает. Яркость у него очень даже хорошая, намного больше, чем у простых лампочек. Но сейчас такая небольшая проблема. Включать его надолго без радиатора, потому что нагревается он, поверьте мне, очень даже сильно. И даже линзу я сюда поднести не могу, потому что, ну, попробовал, реально пальцы обжигает. А, соответственно, все диоды нам надо поставить обязательно на радиаторы, иначе они нагреются. Ну, и сами понимаете, им придет карачумб. Короче, хорош ля-ля, давайте уже соберем мегафары. Погнали! Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Вот что получилось, ребят, смотрите, сейчас просто одну фару оставили стоковую, то есть с правой стороны, а здесь что сделали, алюминиевая пластина, видели, да, толстая, а на нее плотно прикручены у нас все диоды, но, ребят, здесь еще есть такой небольшой, как бы, ну, плюс-минус, не знаю, здесь стоит лампочка, и она стоит в отражателе, то есть она немного фокусирует свет, и он, проходя через рассеиватель, светит именно туда, ну, куда, сами понимаете, положено, то есть все вот эти галочки, все это настраивается, все хорошо, что встречная их не слепила, что в обочину было видно хорошо. Здесь же у нас получилось, что никаких отражателей нету, стоят только диоды, ну, и сама стекляшка, сам рассеиватель, я предлагаю просто включить и посмотреть, давайте так и сделаем. Ну все, давай, включай сначала стандартную фару, а вот это что такое? А это дальний, да? Ну-ка включи еще раз ближний, он не, ну где-то там галочка была когда-то, смотри, ну-ка вруби еще раз дальний. О, блин, что-то даже видно, выключай, вообще выключай ее, ну а теперь врубай ту, которую сами сделаем, елки-моталки. Смотрите, она бьет не пучком почему-то, в смысле, почему-почему-то, потому что нету отражателя, который направлял бы весь свет в одну точку, но светит она, ой-ой-ой, все. Я бы догнал точно по ушам бы на стриг за такие дела. Она, ребят, реально светит очень ярко, но она прям слепит, она прям реально слепит, потому что сейчас свет идет во все стороны, то есть он не сфокусировался никак, а он просто рассеивается во все стороны, и он очень яркий. Смотрите, какую площадь освещает, он освещает пол гаража нашего спокойно вообще, чтобы нам как-то хотя бы немного сфокусировать вот этот пучок света. Давайте, я думаю, поставим все-таки на диоды линзы. Я думаю, тогда вот такого вот разброса во все стороны не должно быть, она должна светить куда-то вперед. В общем, погнали делать мегафару! Ого! А, вот ты уже! Ну-ка, 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 ну-ка. Ты уже прикрутить успел? Да, уже все сделано, можно пробовать. М-а-ла-дец! А, ну-ка, смотрите теперь, как это все выглядит с линзами, то есть также алюминиевая пластина толстенная, на ней также стоит 6 вот этих сверх ярких диодов, но теперь на каждом диоде стоит линза, то есть именно вот эта линза должна собрать весь вот этот поток света в один пучок. А, в общем, сейчас мы это дело поставим и уже вот с линзами посмотрим, как она будет фокусировать. Ну, вот смотрите, ребят, все нормально. Поставили, короче, линзы, все хорошо. Здесь у нас просто диоды убрали, рассеивать, он нам не мешал сюда вообще и решили его не ставить. Ну, а теперь надо сравнить, что лучше светит, просто диод или диод с линзой. Ну, линза все-таки должна собирать этот пучок. Давай рубим свет. О! О! Что и требовалось доказать. Смотрите, появился сразу вот такой вот орел пучка света, что у нас все линзы все-таки светят уже не просто вот так во все разные, вернее, диоды во все разные стороны, а линзы уже собирают его в пучок. Уже то, что по бокам мы уже не видим. Видим только то, что перед собой. И теперь, ну-ка, включи ту. О! Она вот так вот во все стороны светит, смотрите. А света практически не добавляет. Вот видите, да? Я надеюсь, камера передаст. Выключай вот эту с линзами, включи ту. Вот. Вот левую, да? Вот это у нас, короче, фара без линз. А вот эта с линзами. Врубай. О! И сразу, смотрите, вот он, пучок прям четко, блин, по центру. Ну-ка, пойти попробовать взглянуть. Блин, ну что могу сказать? Нет. Вот. Даже, блин, с линзами все надо настраивать. Она слепит. Она сильно-сильно очень слепит. Зато видно все хорошо. А, и, конечно же, охота посмотреть, как далеко теперь это все будет у нас светить. Сейчас на вторую фару, на левую, которую у нас без линз поставим. Тоже линзы. Поехали. Ну вот, блин, все хорошо, все проверили, все работает. Видели, что в гараже сначала собираться два вот этих пучка с помощью линз. Ну, пока не выйдешь на улицу, этого не увидишь. Поэтому сейчас выезжаю, там как раз стемнело, и посмотрим. Погнали. Ну-ка, ой, там темно как. Пока ничего не включаю. Пока поеду так. Ну, тут, конечно, есть один небольшой минус. То, что здесь немного у нас, ой, гаражи освещаются сами по себе. Ну, ничего, сейчас я развернусь. Там как раз все стоят на улице, хотят посмотреть, как это работает. Все готовы. Сейчас. Ждем, ждем. О-хо-хо-хо-хо-хо! Немига себе! Не, ну тут реально вообще прям как днем. Просто едешь. Едешь, а вообще все видно вокруг вообще. И прямо, и прямо. Ну, прямо, получается, луч бьет буквально метров, наверное, на 20. И угол у него где-то, вы знаете, в каждую сторону примерно где-то, наверное, градусов по 45. Вот так вот освещает, ну, очень классно. Прям вообще замечательно просто. Елки-палки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да уж, блин. Даже вот Камара стоит, вот сейчас светят в его фары эти фары, и такое ощущение, что у него включены габариты. Прям вот эти желтые, они прямо светятся. Ну, в смысле, отражают свет. Такое ощущение, что они прямо светятся. Вообще прикольно, блин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, ну вот, друзья, что? Прокатились мы вот с такими фарами, с очень интересными по ночной улице. Сами вы все прекрасно видели, освещение. Просто обалдеть какое! Не получилось, конечно, вот так, что все вот эти шесть, не шесть, ладно, там, 12 линз, чтобы они светили в один пучок. Но в любом случае линзы свет собрали, и теперь нет вот такого разброса, то есть света вообще непонятно куда. То есть, ну, во все стороны. А в любом случае она как-то светит вперед. Причем светит очень-очень ярко. Угол освещения получился. Ну, вот едешь, да, по гаражам смотришь, да, и по дороге видно. Ну, где-то 90 градусов. Ну, 90 в смысле, это относительно от автомобиля, да, 45 сюда, 45 сюда. Ну, если вы там не ездите по дорогам общего пользования, ездите, там, не знаю, там, по полям, по лесам, где машин встречных нету, то можно сделать прямо вообще вот, я бы сделал с радостью вот такие фары. Мощность, да, получается, вот у нас, смотрите, какая вышла. 50 ватт один диод. У нас их получается 12. Итого мы получили 600 ватт мощности. Ну, и свет. Вот этот белый, яркий, обалденный свет, который освещает абсолютно все. Так что наш эксперимент прошел просто на ура, на все 107%. Друзья, ну, а у меня на этом все, поэтому смотрите нас, подписывайтесь, что-нибудь предлагайте, комментируйте, ставьте вот такие лайки. Ну, все. Пока.